Возле недавно построенных домов в 15-м микрорайоне необычное оживление. Губкинцы с нетерпением ждут вручения им долгожданных ключей от новых квартир. Некоторые из этих людей ждали этого события почти 20 лет. Но день настал. Настал благодаря губернатору Ивановичу Кобылкину, потому что при его непосредственной части был создан фонд по строительству жилья и решение проблемы ветхого и аварийного жилья. Так как дом сдали в преддверии Нового года, ключи новоселам вручали Дед Мороз и Снегурочка. Такой вот новогодний подарок получили губкинские семьи. Добрый день, счастливый час! Мы приветствуем всех вас! Рады очень, что сегодня, светлый день предновогодний, собрались все те, кто ждал, праздник отмечать мечтал в этом теплом новом доме. Получив ключи, новоселы отправились осматривать свои квартиры. Волнительный момент. Дрожат руки и не желают открываться замок. Не могу открыть, не хочет. Ура! Открылась! Чита Виноградовых ждала этого момента больше 13 лет. Все эти годы жили в небольшой комнате во втором общежитии второго микрорайона. Ой, ну это, конечно, такой большой подарок. Под таким впечатлением, что нам на Новый год вот именно запомнится. Татьяна, мечтая о новой квартире, уже мысленно расставила мебель. Теперь самое время обустраивать свое жилище наяву. Мы уже план расчертили по сантиметру, где войдет, где нет. И сантиметром приходим в магазин, измеряем. Войдет, нет, другой давай что-то. В этих двух домах однокомнатные квартиры площадью около 35 квадратных метров. Сданы они с отделкой. Установлена вся необходимая сантехника. На кухне электроплита. Как говорится, заходи и живи. Возводили эти две новостройки специалисты общества «Комплекс-2». Почти полторы тысячи квадратных метров жилья за короткие сроки. В течение года мы построили эти два дома. Вот, значит, 16 квартир. Четвертый дом – это 16-квартирный жилой дом. И, значит, 14-й дом – 24-квартирный жилой дом. Людмила Чернобай на севере 19 лет. Все это время она жила в первом общежитии второго микрорайона. Вообще не верили, не надеялись. Я думала, что мне придется там жить, сколько мне отпущено Богом, придется жить в общежитии. Сейчас Людмила, получив ключи, осматривает свою квартиру. Радует все. И пластиковые окна, выходящие во двор, и новая электрическая плита. И даже обои на кухне нравятся. Я очень рада, я очень счастлива. Это, по сути, первое мое личное капитальное жилье. Новые квартиры в этот день получили 35 семей, ранее проживающие в первом и втором домах горидорного типа второго микрорайона. У нас переселяются люди вот в эти дома, еще в мае мы переселяли в дом 44 в девятом микрорайоне, освобождаем земельный участок, будем вести новое строительство. Люди очень довольны, очень довольны квартирами, квартиры светлые, хорошо построенные. В скором времени порадуют новыми квартирами и жителей третьего, четвертого и пятого общежитий второго микрорайона. На этом строительство новых домов и программы по переселению из ветхого и аварийного жилья не заканчивается. Уже практически готовы и ждут новоселов два дома в пятом микрорайоне. В пятнадцатом генеральный подрядчик комплекс-2 приступил к строительству трех 27-квартирных домов. Предварительные сроки сдачи объекта – третий квартал уже этого, 2014 года. Надежда Кияшко, Алексей Магин, Новости Губкинского.